Всех приветствую! Продолжаю познакомиться с работами художников, скульпторов и их автобиографии. Антонио Абанди, итальянский скульптор и медальер, один из крупнейших медальеров Возрождения. Я пользуюсь в Википедии. Родился в Риво-дель-Гардо в 1538 году, обучался у Леони Леони и работал в Италии с 1552 по 1565 год. После этого он в основном работал на Габсбургах, а несколько работ сделал для французских и польских королей. Он переехал в Вену, ко двору императора Максимилиана I, а после его смерти в 1576 году в Прагу. Путешествовал по Франции, Нидерландам, Германии. Его отец ознакомил его с различными техниками изобразительного искусства, в частности нанесением изображений на медали. Работал при дворах германских императоров Максимилиана II и Рудольфа II в Вене и Праге, а также при некоторых княжеских дворах Германии. Создал множество монетных штемпелей, а также медали с портретами членов императорской фамилии Максимилиана II и его супруги Марии Испанской, Рудольфа II, эрцгерцогов Эрнста, Матиаса, Максимилиана, Альбрехта, Венцера, Карла и их приближенных. Является автором дарственной медали в честь герцога Баварии Вильгельма V, ныне находится в монетном кабинете в Берлине. При создании медалей, как правило, использовал восковые модели. Свою работу обычно помечал инициалами А.А. Пионер в области цветной восковой рельефной портретной миниатюры. Сохранилось 13 восковых портретов Абандио, обычно выполненных на круглой основе из черного сланца, украшенных крошечным жемчугом и драгоценными камнями. Он изготовил около 60 медалей с портретом на лицевой стороне и аллегории на обратной стороне. Некоторые из них обрамлены серебряной эмалью. Также изготовил штампы для первой монеты императора Рудольфа II. Первоначально его стиль в металле соответствовал стилю Леона Леонии. Умер в Вене в 1591 году. Вот так вкратце из Википедии о итальянском скульпторе-медальере Антонио Абандио. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Продолжение следует...